Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Паша Кеевич Анна. И сегодня мы стоим в теплице возле огурцов и говорим на тему огуречного питания. Когда мы говорим о питании любого овощного растения, необходимо обращать на него внимание. Потому что растение само, как никто иной, своими внешними признаками скажет о том, каких элементов питания ему не хватает. В частности, когда мы обращаем внимание на форму и размер плодов при сборе, то мы можем увидеть недостаток калийного питания. Когда у нас плоды напоминают форму лампочки или груши. Когда у нас основание плода более узкое и там, где был ранее цветок, более расширенная часть. Также, когда мы собираем плоды сильно скрученные, сильно изогнутые, это может сигнализировать в первую очередь о том, что у растения перебои во влаге. Иными словами, когда мы являемся с вами огородниками выходного дня и поливаем наше растение по мере того, как мы посещаем в выходные нашу теплицу, то у растения может сформироваться стресс на жару, на недостаток воды, затем на ее избыточное количество в виде такого вот изменения формы плодов. Они становятся как крючки. Также, когда наше растение формирует плоды более светлого окраса, более такие салатовые, нежели насыщенно зеленые, что является, я имею ввиду зеленый цвет, является характеристикой конкретного сорта или гибрида, то это первый признак того, что растению не хватает азота. Также недостатком азота будет являться тот факт, что место прикрепления цветка, оно будет истончаться, место прикрепления черешка будет более широким, и зачастую вот в месте истончения носика огурца, также будет наблюдаться его вытягивание и, возможно, пожелтение. Это все признаки азотного голодания. Также, когда мы ходим и смотрим на сами растения, необходимо обращать внимание на интенсивность окраски, на проявление каких-либо хлорозов, пятен, окантовок. В частности, желтая окантовка – это недостаток калия. Различные желтые пятна будут свидетельствовать о недостатке магния. В моем случае растения азота нуждаются и в калии, и в магнии, и в азоте. Также признаками голодания огурцов будет являться то, что они сначала сформировали и отдали вам первую волну урожая, и затем у них как бы наблюдается затишье. Они сбрасывают зависть и таким образом они дозируют плодовую нагрузку, поскольку им просто не хватает элементов питания для того, чтобы выкормить эти плоды. Когда мы принимаем решение о питании огурцов, то необходимо помнить, что они так же, как и баклажаны, относятся к культурам, которые крайне отзывчивы на различные органические подкормки. Вместе с этим они очень обильно любят покушать, поэтому необходимо чередовать по возможностям и желанию органические и минеральные подкормки, чтобы оно, питание, было максимально полноценным. В моем случае я предлагаю следующую схему подкормок. Один раз в 10 дней будем подкармливать наши огурцы магниевый селитр, для того, чтобы плавно пополнять недостаток азота, для того, чтобы огурцы не сбрасывали новые формирующиеся плоды, для того, чтобы не было на огурцах различных проявлений азотного голодания. Из расчета 10 грамм магниевой селитры разбавляем 10 литрами воды и проливаем по 0,5-0,7 литра под каждое растение огурца. Также для того, чтобы минеральное удобрение лучше и интенсивнее впиталось, полностью поглотилось корневой системой и было использовано растением во благо, необходимо прибегнуть к различным гумацодержащим препаратам, которое активизирует именно прикорневую часть и способствует усваиванию минеральных компонентов. Поэтому к 10 граммам магниевой селитры я предлагаю добавлять также 10 грамм, это полустоловые ложки гуматокалия. Если у вас почвы сами по себе структурированные, гуминовых веществ по вашим соображениям в них достаточно, то тогда добавлять к минеральным подкормкам гуматов не стоит. Как я уже говорила ранее, огурцы очень хорошо отзываются на органические подкормки. По этой причине после минеральных ведем органические подкормки. Идеальными будут являться подкормки на основе различных травяных настоев, которые будут являться источником пополнения калия растениями. По этой причине через 7-10 дней от момента проведения минеральной подкормки стоит провести органическую подкормку травяным настоем. Если мы введем подкормку под корень, то тогда берем из расчета 1 к 10. Если мы введем подкормку по листу, то введем ее из расчета 1 к 20. И корневая, и листовая подкормка будут вашими растениями приняты на ура. Также не забываем о том, что такой простой агротехнический прием, как мульчирование свежескошенной травой, тоже будет являться источником калия. И огурцы на этот агротехнический прием также хорошо отзываются. Вместе с проведением питательных подкормок имеет смысл проводить также профилактические обработки от различных заболеваний и вредителей. В частности, необходимо периодически раз в 7-10 дней проводить обработки по листу фитоспорином, который будет препятствовать развитию пероноспороза и других грибных заболеваний. В случае, если вы уже ведете борьбу или провели борьбу с различными вредителями, например, как в моем случае, это борьба с паутинным клещом, то также необходимо по возможности поддерживать огурцы различными антистрессовыми препаратами, например, эпином или янтарной кислотой, которые будут способствовать лучшему восстановлению иммунитета вашего растения. Спасибо за ваши отзывы и комментарии, а также за подписки. Оставайтесь на канале Процветок и всего вам доброго!